В связи с тем, что многие студенты колледжа проживают в сельской местности, у них не будет возможности принять участие в шествии Бессмертного полка 9 мая. Тогда учащиеся вышли с инициативой провести свое шествие досрочно. Руководство колледжа идею поддержало. 6 мая колонна преподавателей и студентов с фотографиями своих героических родственников прошлась по улицам города. Но при этом те, кто останется 9 мая в Нефтекамске, непременно примут участие в общегородском шествии Бессмертного полка, отметили в колледже. Примечательно, что к сегодняшней акции решили присоединиться ветераны учебного заведения и их родственники. Рашида Камалова 9 мая не сможет встать в строй Бессмертного полка. И поэтому она решила почтить память своего папы Ахматфаиза Камалова, который прошел войну от начала и до конца. Он был призван в армию советскую в 1940 году. В 1941 году уже началась война и он до последнего дня воевал. Был очень хорошим бойцом, командиром взвода связи. Имеет орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали за боевые заслуги, за отвагу. Но, к сожалению, он очень рано ушел из жизни. Вот в этом году исполнилось 45 лет уже, как его нет. Очень, конечно, обидно. Мы мало знаем про то, как он воевал, только по наградным листам, которые мы нашли в архиве в Москве. Потому что или от скромности, или это им больно было вспоминать, или мы не задавали вопросы. Он мало очень рассказывал. Продолжение следует...